Ребятушки, снова всем привет! В этом видео мы будем готовить торт, который называется «Пища богов». Будем готовить по тещиному рецепту. Перечисляя ингредиенты, а также продублирую их в описании. 2 250 граммовых стакана муки просеиваем через сито. Обязательно это сделайте, чтобы в муке не оказался мусор. 250 граммовый стакан сахара, 2 яйца, пол стакана 250 граммовой сметаны, сметанка желательно домашняя, какао 3 чайные ложки, пол 250 граммового стакана измельченных грецких орехов, но они пока еще у нас не измельчены, пол чайной ложки соды, теперь ингредиенты на крем. 200 грамм сливочного масла и целая банка сгущенки. Желательно покупайте фирму Рогачев, очень крутая сгущенка. Теперь приступаем к готовке. 2 250 граммовых стакана муки мы уже просеяли через сито и высыпали в миску. Теперь туда же отправляем пол чайной ложки соды, 3 чайной ложки какао, насыпаем какао прямо с горочкой, а вот этот остаток в сите убираем. Теперь засыпем 250 граммовый стакан сахара, все хорошо перемешаем, вбиваем 2 яйца, теперь добавляем пол 250 граммового стакана сметаны и заливаем ее в миску, вымешиваем. Вот такая масса должна у вас получиться, напоминающая тесто для оладиков. Если вы чувствуете, что масса суховатая, то по чуть-чуть добавляем сметану. Одну ложечку добавили столовую, перемешали, чувствуете, что-то не то, не такая масса. Еще одну добавьте, мы добавили в нашем случае еще дополнительно 5 столовых ложек сметаны, для того, чтобы получить вот такую вот массу. Зависеть замес может от разных факторов, либо мука, не того сорта, которая указана в упаковке, либо яйца с маленькими желтками и белками, либо сметана не того качества, поэтому имейте ввиду, что нужно получить вот такой вот замес, похожий на тесто для оладьев. Теперь нам нужно измельчить орехи, чтобы у нас вышло пол граненого стакана, 250 граммового. Мы измельчаем орехи вот таким образом. Измельченные орехи отправляем в миску и хорошо вымешиваем. Выпекать можно либо в сковородке, либо вот в такой форме, как у нас. На низ обязательно кладем пергаментную бумагу для выпекания и смазываем бока и середину сливочным маслом. Выкладываем тесто в форму. Распределим всю массу равномерно и устанавливаем в духовку на 35-40 минут. У нас печка советского образца, поэтому температуру мы здесь замерить не можем, но примерно температура в духовке 180-200 градусов. На 35-40 минут устанавливаем. Прошло 40 минут. Вынимаем. Вот так вот выглядит наш будущий торт, но вы не пугайтесь. Верхняя часть будет срезана и она будет применена в роли посыпки. Теперь зубочисткой попробуем, пропеклось ли все внутри или нет. Все нормально? Не будет. Вроде отлично все. Дальше разрезаем на две половинки. Верхняя часть пойдет на присыпку. Ее будем измельчать. А сейчас будем готовить крем. Для этого нам понадобится 200 грамм масла и банка сгущенки. Ребята, мы взяли блендер, но если у вас нет блендера, вы можете просто вилкой размельчить масло, разбить его и смешать со сгущенкой. Крем готов. Теперь верхний корж нужно разломать. Превратили верхушку в крошку. Теперь смазываем кремом нижний корж. Теперь берем измельченный корж и часть его высыпаем на крем. Теперь сверху опять наносим крем. Теперь опять кладем крошку. Какую форму вы будете выбирать торт, это уже на ваше усмотрение. Можно сделать его плоским, можно его сделать в виде горки. Там уже смотрите сами. И таким образом делаем слой за слоем. Крошка, крем, крошка, крем. До тех пор, пока не закончится крем. Вот так вот получается торт на завершающей стадии. А вот так он выглядит в разрезе. Тортик получается очень сладкий. Мне лично такой вариант тортов нравится. Особенно когда домашний крем. Давайте сейчас отрежем кусочек. Вот такая красота, ребята. Реально он пропитывается весь. Получается сладенький-сладенький. Крем очень классный, со сгущенкой, с маслом. Покупайте качественную сгущенку. Рогачев, это белорусская сгущенка. Да, она стоит в два раза дороже, чем обычная сгущенка. Есть по 40 рублей сгущенка. А эта стоит 90. Ребят, не пожалейте. Покупайте нормальные качественные продукты. По крайней мере, эта сгущенка еще приготовлена по стандартам СССР. У нас, кстати, есть отдельное видео. В конце дам рекомендаршку. Ребятушки, ну на этом все. Будем постепенно кушать тортик. Давайте сейчас его ложкой так вот разломаем. Чтобы вы посмотрели. Все круто. Это наш домашний рецепт, ребят. Мы не какие-то там профессионалы. Вообще-то рецепт тещи. Она его именно так готовила. А как вы его приготовите, мы уже не знаем. По крайней мере, мы отталкиваемся именно от нашего рецепта. Он будет в описании. Зайдете, посмотрите. И пробуйте спечь такой тортик. Он вам понравится. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok